доброго доброго времени суток дорогие друзья рад приветствовать вас сегодня на очередном на очередном нашем занятии марафона жизни в шоколаде с романом петренко друзья сейчас проверяю здесь качество звука пожалуйста также у вас есть возможность указать в чатах как вообще меня слышно как меня видно то есть вроде бы качество все хорошо звук есть все все у нас есть друзья ну что сегодня у нас занятие будет особенное сегодня мы с вами будем говорить в продолжении как настроить вселенную как сделать так чтобы пространство помогало вам в реализации воплощения ваших мечт и я сегодня подготовил для вас слайды вы знаете как всегда у меня где-то за минут 30 до начала мероприятия всегда случается такая штука я постоянно себе задаю вопрос что я могу сделать для того чтобы моим участникам моим клиентам дать больше ценности возможно больше какой-то информации больше как-то помочь и у меня всегда начинают приходить какие-то интересные идеи и вот в этот раз я решил опять есть плановое занятие я решил полностью перекроить и сделать совершенно новое занятие поэтому друзья сегодня у нас информация будет интересная мы поговорим о как бы о продолжении нашей предыдущей темы и так давайте вспомним на прошлом уроке мы с вами изучили тот самый тайный жизненный закон который состоит из пяти пунктов помните об этом также мы с вами изучили именно секретный секрет этого закона который соответственно в чем заключается то во что ты веришь гораздо сильнее того чего ты хочешь и мы с вами рассмотрели ситуацию что как же так происходит что вроде бы мы очень сильно хотим чего-то да то есть но почему-то у нас например как-то это не получается и вспоминаете мы с вами изучали о силе веры то есть веры ваши в результат и веры сторонних людей ваш результат либо не веря это тоже относится к вопросу веры и вы знаете что если вера другого человека по отношению вас и вашего результата сильнее будет так как он хочет понимаете понимаете вопрос значит что чем секрет заключается в том что действительно нужно верить в то что ты делаешь и поэтому вот те пять пунктов секретного закона которые мы изучили на прошлой неделе они очень сильно здесь вам помогут помогут именно помогут в осознании как действует этот закон сегодня мы с вами поговорим об очень интересных вещах есть чего бы я хотел бы начать друзья мои начать я хотел бы сейчас секундочку здесь вот открываю у меня очень много инструментов очень много информации но невероятно много вот поэтому быстренько из нескольких своих таких мощнейших уроков взял и набросал скажем тогда сегодняшнее занятие то есть как вы говорите но как вы знаете то есть в любом случае он перекроил с чего же мы с вами сегодня начнем поэтому давайте сейчас как раз и проговорим что мы будем сегодня изучать и так делаю демонстрашку так замечательно и так дорогие мои сегодня у нас четвертое занятие марафона жизнь в шоколаде и она называется именно подарки вселенной с чего бы я хотел начать да то есть я хотел бы начать с того что читали ли вы книгу ричарда бах чайка по имени джонатан я вам скажу честно когда я был владельцем 16 книжных магазинов и одним из крупнейших книжных поставщиков именно бизнес книги на территории от урала до дальнего востока то есть это были как раз нулевые года когда я занимался книгами одна из самых моих книг любимых это была книга соответственно ричарда баха вот друзья сейчас одну секундочку у нас есть участники которые но по какой-то причине не могут попасть вот так сейчас все больше не отвлекаюсь а так вот друзья мои дата чайка по имени джонатан линингстон очень шикарная книга она читается буквально 25-30 минут но такое глубинное осознание именно есть в этой книге друзья это вот действительно дорогого стоит вот именно это глубинное сознание самое интересное что почему я сегодня говорю об этой книге друзья эта книга будет вам обязательно к прочтению особенно для тех участников которые сегодня не гости акте которую являются участниками марафона для вас это будет обязательным обязательным прочитать эту книгу и обязательным написать по этой книге с отчет о том чему мы научились у этой чайки а там есть чему научиться об этой книге мне впервые рассказал один человек который сегодня является одним из богатейших людей мира так уж получилось что несколько лет то есть порядка пяти лет я с этим человеком работал ну очень плотно и он являлся моим учителем то есть и очень много книг мне порекомендовал очень о многих книгах я узнал именно из-за его уст и поэтому когда он мне рассказал о том что есть такая книга я ее быстро нашел моментально в этот же вечер прочитал и наслаждался эта книга перевернула мою жизнь а точнее строчка вы знаете каждой главе есть там такая вот строчка цитата и вот там была интересная цитата по-моему во второй главе если не ошибаюсь как раз перепроверить обшивайся или нет во второй главе насколько помню было написано если ты что-то очень сильно хочешь тебе помогает вся вселенная и это действительно меня скажем так я начал задумываться о том что как вселенная вот вообще помогает по какому принципу да и плюс еще еще одну картиночку да хочу показать дорогая скажите пожалуйста друзья да то есть что вы сейчас видите у нас как раз есть участники из армении горячий привет вам в ответ друзья а и я думаю что как раз эти люди точно знают что это такое потому что действительно это ну и в ковчег совершенно верно друзья мои совершенно верно так вот вопрос но и в ковчег чайка по имени джонатан что общего между ними и вы знаете я могу вам сказать одну интересную штучку что за история да по поводу нового ковчега дело в том что если вы помните то ноев ковчег он огромнейший при огромнейший он очень ну очень большой был и построить соответственно данное сооружение даже небольшой группе людей это практически было ну не под силу вы представьте себе да то что вы видите здесь на картинке что построила всего лишь несколько человек я однажды случайно по обычному радио по моему если не ошибаюсь там владимир соловьев выступал и там поставил он историю если вы помните у него мама там культурой по моему вещает они очень часто такие делают вставки именно культурные а из веры из библии и так далее и вот там историю который я услышал я в эту историю уловил одну важную суть суть заключалась в следующем если ты действительно что-то очень сильно хочешь и при этом ты начинаешь действовать именно совершать действие то есть показывать свои намерения то тебе действительно начинает помогать вся вселенная и вот здесь друзья у меня возник как раз вопрос а как вот как вселенная помогает но это получается добрый дяденька спускается с небес берет тебе за ручку давай я тебе помогу или же там добрая тетенька по имени вселенная как-то вот вдруг очутилась волшебной палочкой говорит я тебе помогу друзья я задумался об этом потому что для меня очень важно как это происходит в реальной жизни потому что очень многие говорят да помогает вся вселенная да помогает ну как она помогает так вот я увидел то есть я задался этим вопросом и что же я увидел в процессе оказывается вот есть у нас с вами наши хотелки вот действительно такие жгучие яркие хотелки от которых знаете вот аж все сводит и хочется действительно бежать и действовать чтобы получить эти хотелки то есть мы в процессе превращаем это в цель то есть цель это тот самый результат который мы хотим получить и у нас есть уже какие-то собственные ресурсы какие ресурсы это могут быть например вот в данный момент у меня возникло огромное желание провести например данный урок для всех вообще сделать его качественным то есть допустим это моя цель informations какие у меня есть собственные ресурсы если у меня из голос у меня есть способность соответственно проводить мероприятие у меня есть профессиональный свет у меня есть профессиональный микрофон у меня макбук и так далее да то есть есть все условия то есть собственные ресурсы которыми я обладаю для того чтобы добиться этой цели Так вот, может быть, вы точно так же, как я в свое время, помните истории, которые я рассказывал на предыдущих уроках марафона, что за две недели, когда я очень сильно захотел именно автомобиль Lexus, очень сильно захотел за две недели, соответственно, эта машина появилась у меня. Каким образом? То есть все, я поставил цель, она меня жгла, я настолько был вдохновлен этой целью, само собой, у меня были какие-то собственные ресурсы, что в тот момент были за ресурсы, то есть это мои навыки и компетенции, благодаря которым я умел создавать гениальные проекты. Ну и сейчас, соответственно, я умею создавать этот бизнес, у меня уже больше 20 лет. Так вот, друзья мои, да, то есть в тот момент позвонил человек, то есть когда мы начинаем действовать, начинаем движение, нам начинает действительно помогать вселенной. Как? Вспоминаем наш закон, который мы изучили с вами на третьем занятии. Помните, да, то есть жизнь всегда говорит, да, мысль это энергия, энергия обладает магнетизмом, магнетизм притягивает что? События, людей и явления. Так вот, в тот момент, когда я очень сильно захотел этот автомобиль, но у меня всего в кармане было 500 долларов, а он в то время стоил 31 тысячу 500 долларов, то есть как бы 31 тысячи долларов не хватало, то каким образом вселенная начала помогать? То есть были собственные ресурсы в виде навыков и компетенций по созданию действительно уникальных и гениальных проектов. И что притянулось? То есть получилось, что позвонил заказчик. И вы знаете, то есть по идее, как мы работаем с заказчиком? Заказчик делает небольшую предоплату, мы начинаем действовать и по мере сдачи каждого этапа проекта он рассчитывается с нами полностью по этим проектам. То есть по мере сдачи каждого этапа проекта. Ну а здесь, понимаете, нужна, соответственно, была сумма сразу. И не у всех заказчиков сразу есть достаточно крупная сумма. А у этого, как получилось, есть. И он спокойно ее смог перевести. Понимаете, вот в чем помощь вселенной, то есть когда мы начинаем действовать. Дальше, друзья, по поводу дома. Когда у нас появился загородный дом в семье, мы с супругой долго искали участок. Ну было у нас всего лишь там 3 тысячи долларов, а дом в тот момент стоил практически 70 тысяч долларов, да, то есть который мы хотели купить. И что произошло? То есть мы начали искать участок, думали уже сами построимся. Мы начали рассматривать предложения. Я сам смастерил щит, нарисовал там краской, куплю участок под строительство, воткнул его, то есть так, чтобы его никто не мог выдрать. Все равно совершились какие-то действия. Начинаем действия, друзья, и помощь вселенной происходит. Что же происходит, если мы с вами берем кредиты? Давайте мы с вами посмотрим, как у нас это происходит, какой это момент и почему нельзя брать кредиты. Итак, у нас с вами появилась цель. Само собой, чаще всего она точно так же жжет. То есть мы с вами, когда что-то брали в кредит, вспоминайте, мы брали это на эмоции. Именно на эмоциях. Если здесь мы хоть какую-то логику включали, то здесь голые эмоции. Ой, хочу. И вот это ложное, да, именно ложное представление, что при этом еще и могу. Ну могу же себе позволить. Да, то есть что происходит. Итак, у нас есть цель. И если мы берем ее в кредит, то все. Для вселенной эта цель исполнена. То есть она у тебя есть? Есть. Ты ей обладаешь? Обладаешь. Пользуешься? Пользуешься. Все, дорогой мой, исполнено. И если исполнено, то тогда помощь вселенной здесь не нужна. Ну, значит, ты воспользовался помощью кого? Ростовщика. То есть банка? Пожалуйста. Тогда рассчитываешься за эту цель своими собственными ресурсами. То есть своей энергией, которая предназначена тебе для поддержания здоровья, бодрости, духа. То есть своими собственными деньгами. Помните, да, что взяли чужие на время, отдаем свои навсегда. И причем не просто мы отдаем столько же, отдаем в несколько раз дороже. Вот, друзья, самое интересное. Вспоминайте в своей жизни. Насколько помню, я, по-моему, рассказывал ситуацию про то, когда мы покупали вот квартиру, да, и помните, я вам говорил, рассказывал о том, что вдруг мне в момент вот оформления сделки специалистам говорит о том, что мой паспорт недействительный. И как я его за пару часов сделал совершенно новый паспорт, что, в принципе, ну, во всех ипоставьте было тогда невозможно. Но помните, когда мы очень сильно хотим, у нас происходит все как будто бы по маслу. Откуда-то люди берутся и так далее. Со сколькими я беседовал с своими клиентами и спрашивал, как вы купили квартиру, а как вы вот вы построили большой дом. И все говорят, да, Роман, ты знаешь, да что-то вот мы там как взялись-взялись, а тут что-то этот подъехал, там случилось, там получилось, там. Да вот, да вот как ты посмотришь и не знаешь. Понимаете, друзья, в нашей жизни есть одно правило. Иногда мы, когда ставим очень такие вдохновляющие нас цели, у нас действительно все получается. Вот здесь все получается. Но когда мы берем кредиты, таким образом мы перечеркиваем всю ту помощь, которую может нам дать Вселенная и Бог. То есть мы им говорим, что ты знаешь, я сам крутой, я сам выше тебя. Что ты-то можешь, да, я выше тебя, у меня есть кредит, я сейчас быстро смогу это все исполнить, взять прямо сейчас. А что, Вселенная и Бог говорят, хорошо, окей, если ты такой крутой, welcome, но только своими собственными ресурсами, да, своими собственными. То есть, друзья, я хочу, чтобы вы сейчас вспомнили ту ситуацию, вот как сейчас происходит. Например, я это замечаю на своих детях. Если мои дети что-то хотят, ну, они иногда подходят ко мне, спрашивают, пап, слушай, там, хочу велосипед новый, пап, там, хочу, а можешь ли ты мне, там, выделить столько-то денег на одежду, там, ой, а можешь ли выделить на косметику, или, ой, а я хочу, там, поехать куда-то отдыхать и так далее. Что происходит? То есть, я смотрю, да, да, могу, не вопрос, вот тебе, вот тебе, вот тебе. Не всегда, само собой, я им говорю иногда, подожди, но через некоторое время, да, вот я тебе обещал деньги на одежду, пожалуйста, все, иди, шопинг твой и так далее. Так вот, смотрите, у нас происходит точно так же. То есть, вселенная, бог, они нам помогают, когда мы просим. Но бывает, вот у меня вот и так давно произошла ситуация, когда в договоренности с сыном, он не исполнил. Да, ты слева, хорошо, значит, твои карманные деньги, так что, хорошие деньги. Ты их, соответственно, не получишь, потому что я заранее предупреждал, что они договорились будут нарушены, карманные деньги, все, на неделю заплываю. То есть, соответственно, что приходит, слушай, ну а дай мне там часть какую-то, я потом отработаю. Нет? Нет? Ладно, я сам. Знаете, что сам? То есть, получается, через некоторое время, то есть, все равно возвращается к тому, что приходится, что? Раскупоривать свою копилку, доставать оттуда собственные деньги. Знаете, на их, на эти деньги жить. И это ощутимо. Знаете, это то же самое, как вот здесь, вот в этом случае, собственные ресурсы. Поэтому, друзья мои, очень важно, чтобы мы с вами могли именно пользоваться. То есть, запомните, все большие глобальные цели достигаются всегда с помощью и за счет вот этой энергии Селены и Бога. Так вот, вопрос заключается в следующем. Что нам нужно для того, чтобы так все случилось? То есть, первое, понять, а что мы можем? Какие у нас уже есть ресурсы? То есть, и правильно этими ресурсами распорядиться. Потому что есть один момент. Вот как вы видите сейчас на картинке. Вот она, прям в принципе, интерпретация того, где мы находимся. То есть, мы видим вот там, за этим забором, вот ту самую интересную, красивую, вкусную жизнь. И нам достаточно для этого одну-две лестницы. Но посмотрите, если мы пользуемся ресурсами неправильными, да сколько бы их не было, мы будем все так же на том же месте. Понимаете, все так же на том же месте. Поэтому очень важно пользоваться именно правильными ресурсами. Давайте мы сейчас поговорим, что за ресурсы и какими моментами, то есть, мы можем уже сейчас исправить свою ситуацию в жизни, чтобы наконец-таки у нас начало, именно начало проявляться чудо. То есть, начало, в принципе, проявляться то, что мы хотим материализоваться нашей мечтой и целью. Запомните, друзья мои, денежная энергия – это сексуальная энергия. Многие об этом из вас слышали, многие об этом думали, да, где-то читали. Но вопрос, ну что, как, а вот что и как, да? А сексуальная энергия – это энергия взрослых людей. Вот здесь, смотрите, важный момент. Это энергия взрослых людей. И если вдруг мы с вами психологически находимся в детстве, а такое бывает, друзья, и сплошь и рядом здесь встречают. У меня в день идет по 8 консультаций каждый день. С понедельника по пятницу по 8 консультаций. Помимо этого еще мастер-классы вечерние, мастер-классы утренние у меня там в 8, в 9 утра бывает и так далее. Так вот, я очень часто встречаю людей, которые действительно психологически, они еще в детстве. То есть, знаете, это примерно так, ой, ну я не хочу ничего решать, а все, я хочу Лексус, да, или ой, ну что вот они вот все такие вот козлы и прочие, я тут вот так вот действую, а вот они, а вот они и так далее. То есть, человек, понимаете, немножечко в такое, в детство запал. Это вспоминает, знаете, когда у меня дочь была маленькая, и вдруг я ее повел там в детский садик, и она там подралась с каким-то мальчишкой. Я спросил ее, за что ты его ударил? Он, а чего он там меня обозвал? Я говорю, ну он тебя обозвал, то понятно, ладно, хорошо. То есть, могла, допустим, ответить ему обзыванием или не обращать внимания, ну зачем ты его ударила? Нет, ну он же сам меня обозвал. Я говорю, ну это хорошо, что он, а ты зачем ударил? То есть, понимаете, вот важный момент, что уже, как згалось бы, взрослые люди, то есть, выросли, но при этом мы с вами иногда ведем себя как дети. То есть, когда мы начинаем думать, что, а кто вот, а вот правительство у нас тут не такое, или условия не такое, мэрия у нас не такая, дороги у нас плохие и так далее. Мы являемся взрослыми людьми. И по поводу дорог, как проявляется именно взрослость, именно ответственность, друзья, я сейчас вам расскажу. Я сейчас живу в Сочи, но до этого я жил за городом в Новосибирской области. В Новосибирске потом мы приехали с семьей за город, у меня там дом был. И вопрос следующий. То есть, через некоторое время дорога в этот поселок, а поселок считался все-таки элитным, вдруг стала разбитой. Ну, вы знаете, у нас иногда асфальт в Сибири вот сходил вместе со снегом. Вот снег тает, и вместе с ним асфальт. И появляется, то есть, то канава, то яма такая, знаете, японская дорога. То канава, то яма. Вот, то и едешь, ну, понятно, что-то бах-бах, бах-бах, эти стойки, колеса. То есть, ну, постоянно ходовку ремонтируешь. Надоело. Вот ей-богу надоело. И в один прекрасный момент, то есть, я думал, ну, что же я могу сделать, чтобы изменить эту ситуацию? Я начал искать вот так, и оказывается, что есть у нас целый процесс, именно целый процесс всего того, как мы можем влиять на дорогу. То есть, оказывается, можно написать заявление с определенным требованием. Должно рассматриваться максимум 30 дней, в течение 500 дней. Должна быть исправлена ситуация. Если не происходит ни ответа, ни привет, а игнор и полноты, спишешь в вышестоящую инстанцию, с ссылкой на то, вот, как будто 1-го отправлялся в вышестоящую инстанцию, я это сделал. Ну, да, на это ушло практически два месяца. Но когда уже пришло письмо, соответственно, на самый верх, там, соответственно, увидели, что были направлены своевременно письма в нижнюю инстанцию, но ответов где-то не пришло, или где-то пришла такая писулька, что от нас это типа не зависит, вот, если областная администрация, там, выделить нам деньги, то мы с удовольствием сделаем и так далее. То есть в том числе и в прокуратуру, да, то есть было отправлено заявление, то есть на ГИБДД, потому что ГИБДД – это Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Друзья, вы не представляете. Я так понимаю, что там по шапке надавали всем. По шапке надавали всем. Что произошло? Вдруг я еду в очередной день, спустя два месяца после отправки первого заявления, дорога ремонтируется, она стала идеально гладкая. Никакой только она в эту яму. Все гладко, все чисто. Знаете? Можно сидеть и ныть о том, что кто-то виноват, и быть в детской позиции, что я не могу ничего решить, я слишком маленький. Или же понять, что я не жертва обстоятельств, а я хозяин своей судьбы. То есть проявить именно взрослость. И тогда, когда мы с вами взрослые, вот что у нас у взрослых появляется. Этого нет у детей. И поэтому, если мы в психологическом состоянии находимся в детстве, у нас это пропадает. Ну потому что, простите меня, сексуальная энергия детям не нужна. А, соответственно, нет ее, тогда и денег тоже нет. Получи фашист в грамотах. Так вот, дорогие мои. Как стать взрослым? То есть вот здесь очень важный момент. Нужно взять на себя ответственность. И вот тут возникает самый интересный момент. Многие люди, вот при слове ответственность, их даже, понимаете, корежат. Они как слышат слово ответственность, все, это прям пропадает, все падает. Говорят, боже мой. И здесь это ответственность. Почему так происходит? Потому что есть так называемое ложное восприятие слова ответственность. Оно нам пришло из Советского Союза, друзья. Так как мы с вами в большинстве случаев сейчас, в данный момент, все выходцы из Советского Союза, где бы мы ни были сегодня, у нас ребята есть из Белоруссии, из Украины, из Армении, из Казахстана, смотрю, да, из России. То есть мы все с вами выходцы из СССР. И 70 лет нам с вами что говорили? Надо быть ответственностью. То есть ответственность от слова отвечать. То есть смотрите, у нас получается, что как раньше позиционировали в свое время, в советское время, слово ответственность. То есть ответственность это объективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия. Вспоминается сразу какие-либо учреждения. Помните, там были такие пожарные щиты, и было всегда написано ответственные фамилия и инициалы. То есть о чем это говорит? Что в случае происхождения, то есть в случае, если не дай бог, случится пожар в этом здании, то есть фамилия и инициалы это того человека, кого в первую очередь следственные комитеты, прокуратура возьмет за, как говорится, за ясность. Как возьмут кота за ясность. Поэтому таким вот образом и происходит. То есть ответственность это отвечать. Друзья мои, забудьте, пожалуйста, эту ложную установку про слово отвечать или обязанность отвечать. Ответственность это на самом деле совершенно другое. Давайте мы рассмотрим вообще, что такое ответственность. Я просто действительно взял словарь и нашел в словаре, в толковом словаре, что такое ответственность. И какие фразы я увидел. То есть, во-первых, определенность, надежность, честность в отношении себя и других. Смотрите, слово определенность. Что такое определенность? То есть, это понимание того, что необходимо, того, что нужно сделать или куда нужно идти и так далее. Определенность. То есть, понимание и осознание себя, то есть, так называемые, в точке координат. Где ты и где нужно быть. Надежность. Знаете, то есть, очень важно. То есть, каждый из вас понимает, что когда мы работаем с партнерами в бизнесе, в команде, где есть сотрудники, очень важна надежность. Что такое надежность? То есть, это, как знаете, такое ощущение, когда я могу положиться и быть уверенным в том, что то, что я поручил или делегировал, будет исполнено. И даже если вдруг я что-то забуду, команда как бы меня поддерживает. Надежность, вот это ключо. Честность в отношении себя и других. Это все, друзья мои, определение ответственности. Чувствуете уже совершенно другое. Дальше, смотрите, очень интересная штука, которую я обнаружил. Ответственность. Это осознание и готовность признать, что результат, который ты получаешь в ходе твоих действий, и есть следствие твоих действий. Смотрите, какая интересная штука. Вот здесь, когда я это увидел, вы знаете, друзья, там все было написано одинаковым шрифтом. Но я увидел здесь суть. Ребята, смотрите, что такое ответственность? Осознание и готовность признать. Что такое осознание? То есть, по факту, признание и принятие. То есть, мы не просто думаем об этом, мы принимаем это, как правило, всем сердцем. То есть, что такое принятие ответственности? То есть, это по факту. Принимать то, что результат твоих действий, вот что ответственность. Так вот, смотрите. Ответственность в итоге – это не вина. Это не то, что там отвечает за поступки и последствия. То есть, отвечает за поступки и последствия – это вина. А мы здесь с вами рассматриваем, что ответственность – это не вина. Это уверенность. И вот здесь тогда раскрывается вот тот самый секретный секрет ответственности. ребят, обратите внимание на то, какую ответственность в итоге, если мы вот здесь посмотрим, результат твоих действий, уверенность, то есть это уверенность в результате твоих действий. Вот что значит взять на себя ответственность. То есть это быть уверенным в результате твоих действий. То есть когда ты начинаешь что-то делать по достижению своей цели, того результата, который тебе нужен, и ты делаешь это с уверенностью, вот это называется я взял на себя ответственность или взяла на себя ответственность. То есть по факту я взял на себя уверенность, что результат моих действий – это результат моих действий. Поэтому смотрите, друзья, денежная энергия – это сексуальная энергия, это энергия для взрослых людей. Если мы находимся в детстве, западаем где-то так, что мы, я ничего не хочу решать, я хочу лекции ставили, еще что-то, то денег нет. Потому что денег у детей нет. Денег у детей нет. Деньги детям дают родители. Понимаете? Соответственно. А у взрослых деньги есть, потому что взрослые деньги зарабатывают. Поэтому вопрос, как стать взрослым, то есть мы берем на себя ответственность, то есть мы берем на себя уверенность в результате своих действий. И ответственность – это еще не только уверенность, это еще и намерение. То есть это соответствие нашей внутренней, так называемой, миссии, когда наши слова, наши действия совпадают с тем, что мы на самом деле думаем. Вот здесь очень важно. Поэтому, друзья мои, очень важный момент заключается в том, что вы заметили, что на марафоне уже у нас три урока прошло, то есть у нас есть задания. Я понимаю, что сейчас некоторые не успевают эти задания делать, поэтому на этом уроке у нас с вами задания будут попроще. То есть мы не будем, скажем так, вас сильно нагружать. То есть мы начнем делать со следующей недели. Для того, чтобы вы просто успели все задания предыдущие выполнить. Это важно. Потом не накапливать. И помните, что выполнение этих заданий ведет к осознанию. А сознание – это что? Это принятие. Итак, друзья мои, поехали дальше. Есть еще с чем поделиться. Помните, что я – это не то, что со мной случилось. Я – это то, кем я решил или решила стать. Помните вот эту фразу. Потому что очень многие, мы сегодня будем об этом говорить, люди, они залипают где-то в прошлом. Они залипают где-то в каких-то проблемах. Если мы выходим из этого и начинаем смотреть на жизнь немножко по-другому, иначе, то у нас и результаты происходят, другие иначе. Вспоминайте, с чего начинался наш марафон. Первое занятие – мы начинали с вами менять речь. Мы начинали определять, какие программные фразы мы с вами произносим, какие ограничивающие слова мы с вами произносим, и мы их меняли. И уже у многих участников пошли очень серьезные результаты. А здесь всего лишь, друзья, всего лишь поменяли речь. А представьте, когда мы сейчас с вами уже написали книгу жалоб, мы с вами определили, что мы хотим, мы сейчас с вами еще и проработали жизненный закон на прошлом уроке, и теперь уже мы с вами понимаем, что такое ответственность, то нам гораздо проще и легче теперь это все осуществить. Итак, поймите, что такое знание. То есть знание, получили вы информацию, ну, знаете. Ребят, ну, сегодня практически каждый, даже ребенок, знает, как заработать миллион. Ну, все знают, осознают немного. В чем отличие знания от осознания? Осознание – это принятие. То есть принять – это означает, что я так же еще и действую. Почему? Потому что я это принял. Знание – это я просто знаю. Поэтому очень, скажем так, часто я встречаю людей, которые много знают. Ой, Роман, я это уже знаю, я это уже знаю. Я тоже очень много знаю. Но каждый раз я пересматриваю, каждый раз я даже на одни курсы ходил три раза. Вопрос мне их спрашивают все время. Зачем ты платишь такие большие деньги за эти курсы, идешь туда третий раз? Я говорю, ребят, я каждый раз открываю для себя что-то новое. У нас даже здесь присутствуют участники, которые уже на второй или третий марафон в итоге проходят. Вопрос – зачем? Что они здесь делают? Да, потому что с каждым разом они открывают для себя что-то новое. Потому что действительно и темы по-разному подаются, и инструменты новые происходят. Поэтому, само собой, это интересно. То есть каждый раз что-то открываем новое, что-то новое осознаем. Итак, дорогие мои, сейчас мы с вами также рассмотрим, что, помните, на прошлом уроке важно состояние. На прошлом уроке мы с вами говорили про состояние веры, да, и немножко про состояние наблюдателя. Сейчас мы будем более подробно говорить об этом состоянии. Что же за состояние такое наблюдатель? А что за состояние еще одно очень важнейшее, благодаря которому происходят чудеса? Давайте мы изначально изучим, какие бывают состояния, которые действительно становятся нашим всем. Итак, есть два основных состояния. Первое – это ассоциированное состояние, то есть это состояние, которое… Ну, это когда мы находимся в процессе. Сейчас буду приводить несколько моментов. Помните, да, я вам говорил о том, что когда, ну, поссорились, соответственно, да, то есть поссорились два горячих парня. Одним другом говорит, да ты козел! Вот что я козел? Тогда ты два раза козел! Ах, я два раза козел! Смотрите, оба в ассоциированном состоянии. Мы с вами на прошлом уроке об этом говорили. Что такое диссоциированное состояние? То есть это состояние, когда мы воспринимаем происходящее, как будто бы это происходит не с нами, а мы как будто бы за этим наблюдаем. То есть это когда говорят, ааа, да ты козел! И второе, вместо того, чтобы включиться, вот в ассоциированное, ааа, я козел, тогда ты два раза козел! Он говорит, ааа, надо же! Он меня козлом обозвал! То есть он как будто бы смотрит на это со стороны. Ну, интересно! А я ему отвечу, что он не козел! А ты не козел! А тут что? Тогда ты два раза козел! Он мне два раза козел назвал! А я ему скажу, что ты два раза не козел! Знаете, то есть вопрос диссоциированных состояния, оно очень интересно. Как мы можем определить, в каком состоянии находится в данный момент человек? Здесь присутствует, как правило, большинство людей сейчас, которые были на моих тренингах. Именно профессиональных тренингах живых. Да, то есть, вы помните, когда я вам задавал какие-то вопросы, я внимательно слушал, что вы говорите, и потом что говорю? Теперь повтори то же самое, только вот так вот. Как это происходило? Итак, смотрите. Как можно определить, ассоциированный или диссоциированный состояние у человека? И в каком случае, в каком состоянии нужно быть? Когда с вами случаются позитивные вещи, то есть, когда вы, ну, что-то такое кайфовое, вам важно быть в ассоциированном состоянии. Именно ассоциированные состояния, то есть, должны быть в процессе. Тогда эмоции, кайф, радость, вот это вот то, что вы будете на себя брать. Диссоциированные состояния, это когда важно быть вот неким наблюдателем или немножечко как бы дистанцироваться эмоционально от, ну, например, в негативных ситуациях, да? Именно вот негативные, либо когда нам нужно быть наблюдателем, в диссоциированном состоянии. Теперь смотрите. Очень часто у нас происходит все наоборот. Когда человек говорит вдруг про то, что вот позитивно его в жизни случается, то есть, он говорит почему-то в диссоциированном состоянии, да? То есть, а когда о негативе вдруг его ассоциированы, как это происходит? Вот сейчас приведу пример из своих тренингов. Я человека спрашиваю, скажи, пожалуйста, в каком случае, например, ты чувствуешь себя счастливым? Я спрашиваю человека. И слушайте внимательно, как человек отвечает. Ну, когда ты чувствуешь себя счастливым, ты, конечно, человек, который испытывает радость. Вот счастливый человек, он что? Ну, он испытывает кайф, он любит весь мир и так далее. Запомнили, да? Теперь смотрите, я спрашиваю про диссоциированное состояние. Расскажи, пожалуйста, а вот, ну, когда вот ты обижен, подавлен или вот ты в негативном состоянии, вот, можешь объяснить, да, что вот происходит тогда? Ну, когда я вот расстроен или подавлен, я в негативном состоянии, я, конечно, я печален, но у меня сразу возникает апатия или же у меня возникает и быстрая агрессия, хочется, наоборот, не любить, а всех убить. Друзья, заметили разницу? В чем разница? Теперь давайте снова проассоцировано. Когда ты счастлив, ты, конечно, испытываешь радость и кайф. Тебе действительно хочется любить всех людей. Ту же самую фразу. Когда я счастлив, я испытываю радость и кайф, и мне действительно хочется любить всех людей. Чувствуете, друзья, сейчас? В ассоциированном состоянии человек говорит «я», в диссоциированном говорит «ты», то есть как будто бы не про себя. Так вот, очень важно сейчас следить за своей речью и посмотреть, а что мы произносим. Вообще, посмотреть, понаблюдать за собой. Потому что очень часто в вашей жизни происходят именно позитивные моменты. Как вы об этих позитивных моментах говорите? Ассоциировано или диссоциировано? Понимаете, важно о позитиве говорить «ассоциировано», потому что тогда вы это на себя примеряете, вы это чувствуете, вы живете в этом. Да? А диссоциировано можно говорить, что, ну, ты знаешь, когда вот были, когда вот случились финансовые проблемы, ты так далее поступил вот очень вот так мужественно, да, ты решил изучить соответственно всю законодательную систему, ты нашел действительно грубейшие ошибки, которые допускают банки, через суд нагнулся от битвыбанка. «Я красавчик, я молодец, я победил». Да, смотрите. То есть о негативе на «ты», когда хорошем на «я». Чувствуете? Поэтому, дорогие мои, вот последите, о чем вы говорите. Если вдруг что-то происходит, что-то происходит негативное или обсуждение негативное, убирайте вот слово «я», да, можно именно «ты». Когда что-то позитивное в ассоциированном состоянии. Точно так же, как можно быть в ассоциированном и диссоциированном состоянии. Когда кайф, радость, чувствуйте все это изнутри, как будто бы вы в теле. Наслаждайтесь всем этим происходящим событием. Когда что-то важно, быть именно наблюдателем, понаблюдать за собой, или вдруг какая-то конфликтная или неприятная ситуация, выходите в диссоциированное состояние. То есть помните, да, я вам в принципе говорил на прошлом уроке, я дал ключевые инструменты, я дал на те фразы, благодаря которым вы сможете быстро, моментально, за секунду выйти в диссоциированное состояние. А теперь, друзья мои, да, то есть еще важный момент, да, то есть у нас происходит, что есть еще и ускоритель. Ускоритель это здесь и сейчас. И уже очень многие слышали про это состояние здесь и сейчас. Вот только ленивый не мог про это состояние рассказать. Я когда наблюдаю, что придумают с этим состоянием здесь и сейчас, иногда диву даюсь. Порой, вот честно скажу, я не так часто смотрю какие-то эфиры, вебинары и прочее, потому что, ну честно, времени на это нету в прямом смысле слова. Но тут как-то попалась прямая трансляция, у меня было полчаса времени своего свободного, там, окошечка, и пропищал телефон, да, соответственно, и я увидел, что идет прямая трансляция какой-то там девочки, которая, ну, проводила какой-то тренинг через Инстаграм. Когда я прослушал по поводу состояния здесь и сейчас, она показывала точно такую же картинку, как, в принципе, вот вы увидите дальше. Я потом взялся за голову, потому что она постоянно твердила о том, что в этом состоянии вам необходимо быть постоянно, все время вы должны находиться здесь и сейчас и так далее. Думаю, господи, боже мой, где же таких берут? Да, то есть откуда же они вообще такую информацию берут? Друзья, сейчас расскажу, как важно, да, то есть быть в состоянии здесь и сейчас и почему, да, именно нужно иногда быть. И запомните, в состоянии здесь и сейчас нужно быть не всегда, иначе с ума сойти реально можно. Итак, давайте сначала посмотрим, а где же у нас вот наше сознание проживает? Потому что мы, казалось бы, физически существуем здесь, но вот я впервые это увидел в школе, да, помните, да, когда вот сидишь, сидишь в школе, потом слышишь голос учителя, Митренко, ты где там в облаках летаешь, ну-ка вернись обратно, да, вроде бы, ты как бы физически сидишь в одном месте, а мысленно, улетел уже куда-то. Так вот как раз, где мы с вами чаще всего пребываем? То есть, во-первых, в прошлом, да, то есть, чтобы вы понимали, прошлое, люди очень часто живут в прошлом, особенно это бывает именно пенсионеры, вот сейчас, да, когда говорят, вот раньше жилось хорошо, вот раньше было так, а вот так, а вот сейчас как-то непонятно и прочее, или же люди, которые добивались каких-то больших результатов в прошлом, а сейчас у них что-то не получилось, и чтобы, скажем так, вот это как раз детское состояние, когда человек начинает вместо того, чтобы делать что-то сейчас, и менять сейчас свою жизнь вот в существующую, он начинает жить прошлой жизнью, то есть, он вспоминает те времена, когда он был богат, знаменит, когда он там занимал, возможно, какую-то должность или что-то у него происходило, и он все время об этом говорит, он говорит о прошлом, как было хорошо и так далее. Также есть другое состояние, то есть, ну, скажем, другая вселенная, где пребывают люди, вот виртуальное будущее, скажу так, в этом состоянии очень много живет сетевиков, они вот прям, вот реально, ребят, я создаю сетевые компании, это один из моих очень больших бизнесов, и вопрос заключается в том, что я очень много изучаю сетевиков и все, что с ними происходит, и самое большое количество в сетевой индустрии людей, которые живут в будущем, то есть, они увидели какую-то картинку, и вместо того, чтобы, да, посмотреть, побывать там, зарядиться там энергией, потому что, когда мы представляем себе будущее, мы заряжаемся оттуда энергии, энергии результата, возвращаемся в настоящее и начинаем эту энергию использовать на действии, то есть, да, вы понимаете, что когда любое действие, оно энергозатратное, соответственно, если мы визуализируем о будущем, возвращаемся, то есть, там берем энергию, возвращаемся в настоящее и начинаем действовать, используя вот ту самую энергию будущего результата, то есть, это есть такая техника, но люди иногда залезают в будущее, начинают представлять себе что-то, и они, почувствовав ту энергию, начинают просто там залипать, залипать в этом будущем, они там остаются, потому что там они себя чувствуют хорошо, там им комфортно, там кайфно, это как ловушка, да, то есть, человек залип там, все, он мечтатель вот этого, да, и он все время где-то в тех вот мечтах и прочее, и он ничего не делает по одной простой причине, там уже хорошо, ему уже хорошо, поэтому смысл сейчас что-то делать, поэтому физически эти люди никаких результатов не получают. Дальше, друзья, есть определенные параллельные вселенные, в свое время, я когда был маленьким, я себе выдумал брата, у меня не было брата, у меня была только младшая сестра, вот, а им поначалу, скажу честно, ну, я был таким слабеньким ребенком, то есть, лет в семь, восемь, даже в девять, потом, соответственно, я пошел заниматься восточными единоборствами, когда только-только, это еще даже не совсем разрешили, то есть, у меня уже появилась уверенность, после того, как я еще и победил самого главного хулигана в нашей школе, да, то есть, и вообще уверенности, ну, скажем так, у меня привалило, и, соответственно, я себе тогда, вот, именно в этот период, вот это вот, 10, 11, 12 лет, выдумал так называемого брата себе, так называемого, виртуального. Я все время пребывал автоматически в какой-то даже виртуальной вселенной, когда представлял, как мы с ним играемся, как он меня поддерживает, когда вдруг там пришли мальчишки там меня обидеть, а у меня такая уверенность, я говорю, так все, придет мой брат, а не какой брат, все, и начинается, понимаете, то есть, ну, пугаться этого, то есть, моей уверенности, а уверенность-то здесь настоящим, а как бы брат в параллельной вселенной, да, то есть, бывает такой момент, да, то есть, ну, это ладно у детей, потому что, когда вырос, не стало уже, там, 14, 15, 16 лет, уже нелегко у этого брата не было и прочее, но смысл заключался, друзья, в том, до сих пор есть люди, которые пребывают в некой параллельной вселенной, то есть, они, как бы, вот, знаете, как получается, как будто бы они, ну, автоматически, то есть, находятся в тех местах, где им, ну, как бы, на самом деле, хорошо, то есть, тоже, это еще одна стадия, где очень часто залипают эти люди, и это не шутка, это действительно так, они все время думают, что сейчас, вот, я совершаю действия, и эти действия результативны, то есть, как раз люди, которые залипают в параллельной вселенной, вы этих людей четко услышите, они занимаются ИБД, то есть, что происходит, имитация бурной деятельности, то есть, они совершают какие-то действия, у меня даже такие люди есть на консультациях, да, потом, через некоторое время, я делаю жесткий такой разбор, специально для того, чтобы, знаете, так протрезвели, жесткий разбор, им дают сразу какие-то жесткие задания, вот, у некоторых проявляется, что да, они начинают действовать и достигать результатов, а кто-то, вот, ну, все, окончательно залипает на этом состоянии, окончательно, так вот, дорогие мои, параллельная вселенная бывает у очень многих людей, но важно нам иногда, а желательно, ну, определенное количество времени пребывать в состоянии здесь и сейчас. Как это сделать, друзья? Сделать это очень просто, то есть, смотрите, картинку эту видели часто, потому что, в принципе, где-то картинки только нету, и вам показывают, что осознанность в течение дня у обычного человека всего лишь на 5%, все остальное, он, ну, скажем так, пребывает в состоянии такого, знаете, автоматизма, то есть, делает что-то на автомате. Кстати, очень часто можно увидеть, кто бывает чаще всех на автомате, это водители. Это водители, потому что иногда, да, то есть, ну, трогается поток, то есть, раз ты вроде бы смотришь, блин, а как я проехал два предыдущих перекрестка, и вы не помните, вы это сделали на автомате. То есть, вот, это чаще всего у водителей происходит. Дальше, друзья мои, если мы хотим действительно повысить свою осознанность, стать некими такими супер личностями, то нам важно, да, максимальное количество времени пребывать в состоянии здесь сейчас. На самом деле, 95% это, ну, это жесткая цифра, друзья. Я вам по-честному скажу, очень сложно пребывать 95% в состоянии здесь и сейчас. Ну, сложно, потому что, смотрите, сутка 24 часа, правильно? 24 часа. Спите вы, допустим, даже если 6 часов в сутки, я уже не говорю про 8, давайте, 6 часов в сутки, это четвертая часть. Четвертая часть. Значит, четвертую часть времени вы уже однозначно не проводите в состоянии здесь и сейчас. То есть, значит, 75% вы можете проводить, 25%, 100% вы успите. Это не состояние здесь и сейчас, потому что вспоминайте, о чем ваши сны. Вы где-то там летаете. То есть, вы в определенной тоже там вселенной. Поэтому я хочу, чтобы вы запомнили это, друзья. Дальше. Если вы читаете книги, вы тоже не в состоянии здесь и сейчас. Можно действительно читать книги в состоянии здесь и сейчас, но есть в этом тогда один минус. Когда вы читаете книгу, вы тогда не сможете видеть картину. Например, вот помните, да, есть люди, которые вот читаешь книгу, я думаю, вы тоже замечали, и как будто бы смотришь кино. Вроде бы книгу читаешь, а у тебя образы, уже эти картины и так далее. Ты там в этом живешь. Понимаете, друзья, книги, они могут быть... Что, какие книги нужно читать в состоянии здесь и сейчас? Друзья, молитвы. Вот молитву надо читать в состоянии здесь и сейчас. Я специально в свое время экспериментировал, проверял, то есть, да, я брал, соответственно, утренние и вечерние молитвы, читал, как обычно бывает, там, читаешь, читаешь, считаешь, а в этот момент ты где-то там какие-то вопросы решаешь, какой-то своей параллельной вселенной либо в прошлом, либо в настоящем, там, в будущем, да, то есть, и в момент, когда ты читаешь в состоянии здесь и сейчас. То есть, ты видишь каждую буковку, каждый смысл, то есть, ты включаешься вот в этот старославянский язык и прочее, да, то есть, вот смысл заключается в том, что в состоянии здесь и сейчас молитвы работают сильнее. В состоянии, когда вы читаете, да, а при этом автоматом где-то находится в другом месте, они практически не работают. Точно так же, люди, которые приходят, например, на тренинг денежный оргазм и установки читают в состоянии здесь и сейчас, эти установки работают практически моментально. Те люди, которые установки делают просто, знаете, это количество, но они при этом начинают что-то делать, чем-то другим заниматься, то есть, ну, установку читают в состоянии автоматики, установки не работают. Понимаете, вот она в чем причина. Как быть, как вообще происходит процесс, и нам продвижение станет здесь и сейчас. То есть, это когда мы концентрируем, концентрируемся с вами полностью на том моменте, который сейчас происходит. Не в прошлом, не в будущем, не в параллельном, именно здесь, именно сейчас. Вот смотрите, именно здесь и сейчас я вам рассказываю об этом тренинге. Я вижу вот этот слайд зелененький, да, я вижу эти два кружочка, 5% и серенький, и 95% зелененький, и маленький треугольничек серенький. Я вижу слова, где упражнения большинство своих действий обычно человек совершает. То есть, я, понимая, о чем я сейчас, разговариваю, о чем я сейчас вам рассказываю, это состояние здесь и сейчас. Но порой, друзья, скажу честно, иногда даже я тренинги на автомате провожу. Ну, абсолютно. Просто иногда включаюсь, где-то там о своем думе, но при этом автоматически я еще веду тренинг. Да, бывает такое, потому что в свое время я учился делать несколько дел одновременно. Например, я могу одну руку рисовать, другой, соответственно, писать одновременно, да, или же, например, я могу еще смотреть какое-нибудь видео, при этом составлять слайды, например, или методологию какого-то тренинга, при этом делать еще какие-то рисунки одновременно. То есть, я просто этому учился в 12 лет. были такие, соответственно, еще при советском времени была такая еще спецшкола, да, потом была более по взрослому времени, там, соответственно, другие навыки были и так далее. Так вот, друзья мои, теперь важный момент. Нужно ли быть в состоянии здесь и сейчас постоянно и почему? И когда нужно быть? Давайте мы рассматриваем следующий момент. Важно быть в состоянии здесь и сейчас тогда, когда вы действительно что-то просите у Бога или Вселенной, или вы читаете молитвы. Поверьте, все ваши просьбы, все ваши молитвы работают, когда вы в состоянии здесь и сейчас. То есть, когда вы концентрируетесь на каждой букве, на каждом слове и вы именно здесь в книге или здесь в просьбе или здесь в храме, а не где-то еще мысленно. Второй момент. Мы по-настоящему живем и наслаждаемся жизнью здесь и сейчас. Не так давно вот действительно были вот мы с семьей в Абхазии и наслаждались вот красотами, да, то есть вот природой, вот этой шикарной природой, то есть где-то в большинстве случаев нетронутой природой, да, то есть или же вот мы поднялись на озеро Витца, там в снегу все, но озеро, соответственно, не во льдах, да, то есть и вот эти горы. И вот именно находишься в состоянии здесь и сейчас. Зачем? Чтобы насладиться этим. Именно насладиться, кайф словить. И вот я вроде бы сейчас с вами разговариваю, нахожусь вроде бы здесь, но я сейчас только что мысленно был на этом озере. Я именно вспомнил, почему в очень таком подробном моменте вот то, что происходило на озеро, потому что тогда я был в состоянии здесь и сейчас. А если бы я был бы на автомате, либо приехал на озеро, думал бы о чем-то, я бы ничего на этом озере не запомнил. Это знаете, как если вы смотрели вот о чем говорят мужчины, вот третья серия была, третья часть, и там мужик в поезде, когда спускается, который падал-то все время, говорит, это, мужики, а кто из вас в Адлере был? Слушайте, а там есть улица Ленина, а? А что там еще есть? Ну, там, говорит, ну, дендрарий есть, да? Я не помню дендрарий. Блин, надо это. А, говорит, а мужик, а ты что? Говорит, так я же там, говорит, все время бухал. Так вот смысл, да, пока мужик там в запое был, то есть это тоже в состоянии не здесь и сейчас. Поэтому, дорогие мои, ничего мы не помним, когда мы делаем на автомате. И поверьте, чудеса случаются именно тогда, когда вы здесь и сейчас. Если вы ушли в параллельную вселенную, в прошлое, в виртуальное будущее или в виртуальное настоящее, вам там чудеса не нужны. Вам и так там хорошо. А если вы хотите действительно и полную, насыщенную жизнь в шоколаде, друзья, важно быть здесь и сейчас. Но еще раз подчеркну, не всегда. Потому что, когда вы ходите в кинотеатр, вы уже не в состоянии здесь и сейчас, вы в фильме. Когда вы молитесь, вы, соответственно, вот здесь нужно быть здесь и сейчас. Когда читаете книжку, вы опять, вы там, в картинке. Когда вы смотрите телевизор, вы не здесь и сейчас. Вы там, в процессе, то есть в сериале или в политике или еще что-то. Когда вы слушаете презентацию, здесь тоже важно быть в состоянии здесь и сейчас. Когда ведете презентацию, важно быть здесь и сейчас. Но во всех других от наших случаях, то есть когда что-то относится к каким-то моментам, где важно отвлечение вашего сознания или рисования каких-либо картинок, друзья, не будете вы там, здесь и сейчас. Честное слово. Кому важно по максимуму быть в этом состоянии? Во-первых, инфантильным людям. Кто такие инфантильные люди? Есть вопрос? Если есть, расскажу. Во-вторых, мечтателям. То есть тем людям, которые действительно погрязли в мечтах. Если вы читали Гоголя «Мертвые души», особенно второй том, то вы помните, что есть там, когда Чичиков приехал к одному товарищу, вот тот как раз был мечтателем. Вспоминайте, как он жил, о чем он мечтал. Что он мечтал построить, чтобы Чичиков построил тоже недалеко поместье. И они бы, он бы приходил к нему через мостик, и вот встречавшись на мостике, они бы обнимали и как и лобызали бы друг друга. То есть ему так хотелось, чтобы вот с Чичиковым подружиться и наслаждаться вот этой дружбой. Вот тот самый мечтатель яркий. То есть люди, которые живут в каких-то проектах, они о чем-то мечтают, они там, они здесь и сейчас. Очень важно быть в состоянии здесь и сейчас людям, которые застряли в прошлом. То есть если вы понимаете, что вы часто говорите о прошлом, о ваших заслугах и прочее, прочее, то, друзья, вам необходимо, соответственно, снова выходить в состояние здесь и сейчас. Чудеса происходят здесь. Прошлое пусть останется в прошлом. Поверьте, у каждого из нас были какие-нибудь такие достижения. Я в том числе занимал очень большую федеральную должность и поездил даже по миру, то есть в этой должности и прочее. Но вопрос, если бы я на это бы зациклился, никакого бы в дальнейшем бизнеса я бы не построил. Но еще очень важно людям, застрявшим в проблемах. Ребят, смотрите, помните, да, то есть одно из наших занятий, то есть чем вот то, на чем ты концентрируешься, имеет свойство увеличиваться и приближаться. Если ты сконцентрировался на проблемных кредитах своих, поверь, ты их не лишишь. Они просто увеличатся и будет больше этих проблем. Ты будешь больше испытывать стресс. Если ты там что-то еще на какой-то ситуации, то есть чем чаще ты на ней концентрируешься, тем больше она увеличивается, приближается. Концентрируйся на том, что ты живешь. Проснись утром, посмотри, потому что, помните, я также рассказывал, что несколько лет назад я тоже был в такой большой жопе, когда утром просыпаешься, господи, какого хрена я проснулся, да, то есть вот не хотелось возвращаться сюда. Ребята, нужно, нужно вернуть себя. То есть я это делал иногда через силу, через не хочу, просто заставлял себя быть здесь и сейчас. Через некоторое время я почувствовал вот тот самый настоящий вкус жизни. Ребята, настоящий вкус жизни, вот как только вы начнете его чувствовать, никакие проблемы уже, вот понимаете, вам не подвластны, но вот это не про вас. даже если они случаются, да и хрен с ними, с этими проблемами. Друзья, вкус жизни. Проснитесь утром, посмотрите, о, пасмурная погода, супер, классно, здорово, какие красивые пасмурные облачка, какие серые вот цвета, помните, 50 оттенков серого, красотища, да, выходишь, дождь на улице, как замечательно, понимаете, то есть насладитесь этим, насладитесь этим вкусом, полюбите эти трудности, потому что их больше не будет, друзья, потому что помните все в нашей жизни, что проходит. Пройдут вот эти трудности, у вас будут уже другие уроки, другие, другой опыт и прочее, да не будет повторения. Повторение случается тогда, когда уроки не прошли. Поэтому с наслаждением вот состояние здесь и сейчас обратите на это внимание. Важно быть в состоянии здесь и сейчас людям, занимающимся ИБД. Вот поверьте, вот таких вот вообще великое множество. Вроде смотришь, чем-то делать, что-то там, какие-то вещи делать, привлекают клиентов и прочее, потом спрашиваешь, почему у тебя до сих пор нет клиентов, ты провел там 50 с лишним встреч или совершил 50 звонков и тебе все сказали нет. О чем это говорит? Что человек, когда даже звонит клиенту, он не в состоянии здесь и сейчас, он где-то либо в параллельной вселенной, либо в мечтах своих вот там, но не здесь, не с этим клиентом, не сейчас он денежку зарабатывает, он уже там ему хорошо, он там где-то на солнце загорает в своих мечтах, а здесь, как говорится, задница мерзнет, но он об этом не думает, потому что ему что сказали, нужно позитивно мыслить, и вот он там в будущем позитивно мыслит, ему хорошо, друзья мои, поэтому, почему в свое время я и заявил, что позитивное мышление опасно для вас, потому что мыслить нужно рационально, то есть, нужно мыслить правильно, чтобы каждая мысль была результативной, результативной, поэтому, друзья, смотрите, особенно, вот они две категории, кому очень строго прям необходимо быть как можно больше в состоянии здесь и сейчас, вот этим двум категориям, вот этим двум категориям, и так, я вам обещал рассказать, кто такие инфантильные люди, то есть, инфантильность, это как раз вот, давайте, по-научному, потом по-простяцки, по-нашему, по-человечачьим, и так, сначала, так называемое научное, научное изречение, то есть, инфантильность, это характеристика личности, выражающая незрелость ее психологического развития, сохранение черт, присущих более ранним возрастным этапам, ну, или, как говорят, в бытовом понимании, называют детскостью, что проявляется в незрелом поведении, в неумении принимать взвешенные решения, в нежелании понимать. Друзья мои, по-русски, и по-человечачьи, то есть, это звучит следующий момент, инфантильность, это когда человек, не важно, мужчина это, или женщина, они застряли, именно в так называемом детском, или подростковом творчестве, когда они не хотят принимать решения, они думают, что кто-то должен это сделать, и вот именно эта вот позиция, вот эта позиция значит, инфантильность, когда, ну, что вы ко мне, ну, я же вот маленький человечек, понимаете, поэтому неудивительно, что люди, которые все время думают, что кто-то виноват, живут, простите меня, у них финансовое состояние ниже уровня канализации, почему, да потому, что они вот в этом еще, в детском состоянии, а детям, как вы помните, деньги не нужны, поэтому, когда взрослый вдруг в детском состоянии, происходит, понимаете, вот тот самый момент, он вроде бы уже взрослый, а китьки-то оторвался, а при этом у него кто-то что-то ему должен, да, то есть он, то есть позиция ребенка, и получается так, вселенная не знает, вроде бы смотришь, ну, взрослый мужик или взрослая женщина, да, а при этом смотришь, детское какое-то состояние, говорит, ну, ладно, будем принимать как говорится по психологии, да, потому что вселенная, она именно считывает наше состояние, Бог считывает наше состояние, помните, да, состояние даже раскаянность, это состояние, то есть когда нас прощают, когда это опять же по состоянию, состояние наше все, и поэтому, если вдруг ребенок, тогда вселенная говорит, ну, раз ты ребенок, тебе деньги не нужны, все, жди, когда тебе дадут твои родители, а если у человека физически уже даже родители сами уже старенькие и вспоминайте старые люди тоже иногда часто западают состояние детскости и мы как раз именно вот таких вот родителей что мы начинаем уже брать на себя мы взрослые что то есть ему уже так все так мам баба нате денежку дают поэтому дорогие мои давайте мы с вами перестанем быть детьми давайте мы уже будем детьми в каких-то моментах когда мы по-детски будем радоваться жизни по детски будем визжать выражать свои эмоции но все что касается наших достижений целей мечтаний наших с вами желаний все давайте здесь будем взрослыми ответственными людьми тогда у нас уже очень многое что может поменяться и так дорогие мои задание а для всех участников те кто принимает участие в марафон жизни шоколаде эти задания вы увидите также вашем учебном кабинете и она следующее первое каждый день по максимуму пребывайте состоянии здесь сейчас то есть как вы помните в чатах или своему коучу персональному вы пишите сейчас два отчета утренний вечер утренний точно такой же как и писали в вечернем отчете вас добавляется просто одна строчка состояние здесь и сейчас был или была там столько-то минут или столько-то часов а то есть вот или столько-то часов столько-то минут вот таким образом просто добавляется одна строчка к вашему отчету дальше друзья мои обязательно прочитайте книгу чайка по имени джонатан можете в принципе найти ее в бесплатном доступе прямо вот здесь сейчас насколько я знаю я в интернете уже сто пятьсот раз находил эту книгу бесплатно поэтому друзья наберите чайка по имени джонатана скачать или прочитать или еще что-то и вы уже сегодня можете прочитать эту книгу и насладиться на самом деле теми вот фишками которые дает ричард бах ребят кайфовая книжка обязательно прочитайте далее друзья для того чтобы лучше изучить что такое состояние здесь и сейчас как она действует пересмотреть фильм мирный воин даже если вы его уже смотрели очень часто я это слышу роман а я смотрел фильм я когда начинаю с человеком раз разговаривать и потом человек что он даже не помнит о чем помню что там какой-то спортсмен ногу проведил дяденька такой седой который вот чему-то учил ребята этот фильм можно вообще рвать на цитаты в прямом смысле слова поэтому смотрите фильм еще раз посмотрите всей семьей кайфовый фильм возьмите с собой тетрадку ручку и цити именно записывайте какие-то важные моменты важные фразы которые вы для себя услышите то есть этот фильм полностью посвящен состоянию здесь и сейчас там на практике это показывается поэтому я настоятельно рекомендую сделать пусть это будет кайфовое ваше домашнее задание ну и также друзья продолжаем ежедневные отчеты коучу своему персональному утречком пишите да пусть те отчеты как вот на прошлом уроке мы с вами изучили вечером пишите отчет о том что совершилось включая еще строчку состоянии здесь сейчас был сколько там часов только минут вот для тех кто у нас вообще участку в качестве к коуче сами коучи пишут это в общих чатах то есть у нас есть чат для коучей называется жизнь шоколаде то есть там пишите ваши утренние отчеты и вечерний отчет друзья ну на этом мы с вами уже завершаем я очень надеюсь что вам то что мы с вами изучили очень понравилось давайте мы с вами буквально быстренько еще раз перейдем и вспомним да то есть то о чем мы говорили а мы с вами говорили о следующем да то есть начинали с того что в чем смысл как иди ты чур добавок и нового ковчега да в том что когда начинаешь действовать отверг своих намерений и помогает вся вселенная вся вселенная помогать начинает именно во время ваших движений во время ваших действий да и если вы берете кредиты то есть в этом случае помните вашу цель использована будьте добры тогда сами поэтому если есть кредиты друзья самое важный элемент сейчас возможно поставить так чтобы эти кредитов перестала бы вместо кредитов то есть вы начали жить полноценной жизни поехали дальше то есть дальше мы с вами поговорили о том что денежная энергия-энергия с lanes сексуальной энергии что надо быть взрослыми от взрослый это ответственность и как мы пришли к тому что ответственность это уверенность в результате собственных действий знаете именно в результате собственных действий. Поехали дальше, друзья мои. То есть мы с вами понимаем, что то, что случилось с вами вообще, это сейчас не имеет никакого значения. Кем вы были, не имеет никакое значение. Как вы облажались, не имеет никакое значение. Имеет значение только то, кем вы решили в реальной жизни стать. И мы с вами поговорили о состоянии ассоциированном с диссоциированным. Вспоминаем, что ассоциированное состояние это когда мы в процессе, этим состоянием надо наслаждаться именно в момент, когда мы кайф, радость, испытываем позитивные эмоции. Диссоциированное состояние, это состояние наблюдателя, когда нам важно включить это состояние наблюдателя, а это мы изучили, как в него выходить на прошлом уроке. И также в диссоциированное состояние мы выходим, когда происходят какие-то конфликтные ситуации, тем самым мы сохраняем твердый рассудок, при этом наблюдательность и концентрацию на всех процессах. При этом мы не внутри, мы не в самом процессе, мы над ним. То есть мы в диссоциированном состоянии, если в позитивном смысле изучать, то мы здесь не шахматная фигура, а мы здесь игрок, то есть мы видим всю шахматную доску. Друзья, кстати, по поводу шахматной доски, то есть вот эти состояния наблюдателя, есть состояние фигуры, это вот ассоциированное состояние, когда я фигура, я хожу, я смотрю на другие фигуры. Есть состояние диссоциированного наблюдателя, то есть когда шахматист, когда я вижу всю шахматную доску и я направляю фигуру. А есть еще, соответственно, так называемый наставник, то есть человек, который учит или подсказывает человеку, который управляет шахматной доской, то есть он видит еще с другой стороны. А есть еще одно состояние – создатель, то есть тот человек, который создал шахматы, то есть который понимает, по какому принципу оно работает. Так вот, иногда мы можем переключаться между этими четырьмя состояниями, но сильно грузить не буду. Вам достаточно просто ассоциировано, диссоциировано на этом простом уровне. Но во всех остальных это, друзья, уже в других уроках. И мы с вами изучили, что есть у нас в параллельной различной вселенной, прошлое, виртуальное будущее, параллельной вселенной и здесь, сейчас. Мы с вами понимаем, что молитву здесь сейчас работает по-настоящему, здесь сейчас живем, чудеса здесь сейчас случаются. Кому важно быть и когда инфантильным и занимающимся ЛБД в первую очередь, остальным мечтателям, и застрявшим прошлым, и застрявшим проблемах тоже важно быть. Ну и, соответственно, изучили, что такое инфантильность, и изучили с вами, что состояние здесь и сейчас быть 100%, или, как написано на картинке, 95% быть невозможно. Поэтому не нужно себе напрягать и быть в постоянном состоянии здесь и сейчас. Надеюсь, вам очень понравилось, друзья. Если да, то, пожалуйста, напишите отзыв. Можно прям, можно прям здесь, можно где-нибудь у себя в социальных сетях. Соответственно, используйте хэштег Роман Петренко, Роман Петренко слитно пишется, и, дорогие друзья, то есть все остальные участники, те, кто присутствует на марафоне, но ваша обратная связь, то есть вы напишите уже непосредственно в чатах своему персональному коучу и также в учебном кабинете. Вот. Ну, вроде бы, вроде бы все, друзья. очень надеюсь... Так, где у нас там? Отключить. Да, то есть... Очень надеюсь, что вам сегодняшний урок понравился, поэтому, если это так, можно прямо здесь мне написать комментарии, для меня это будет ценно и приятно. Если мне понравилось, тоже пишите комментарии, напишите, что именно не понравилось или что бы вы хотели еще услышать. Вот. Друзья, марафонцы, мы с вами встречаемся в следующий вторник. Те, кто были сегодня в гости, мы с вами встретимся уже в другой раз, когда вдруг снова решу сделать какой-нибудь подарок. Вообще, благодарю вас за ваше участие и за ваше инвестирование времени в сегодняшний момент. Всех обнимаю, всех безумно люблю, успехов вам, любви и процветания и самых ярких результатов жизни. Пока-пока.